В Архангельской школе номер 82 появился дизайнерский спортзал. Все благодаря меценатам, которые не пожалели денег на красивый и современный центр притяжения не только для школьников, но и их сверстников из других спортивных клубов района. Мои коллеги побывали на открытии. Вне зависимости от времени года, теперь здесь будет солнечно, а настроение у ребят приподнятым. Пожалуй, впервые в Архангельской школе работал профессиональный дизайнер. И теперь в спортивном зале 82-й школы эксклюзивный интерьер. Ну, конечно, зал был очень старенький, но мы его все равно любили. Уроки у нас проходили с удовольствием. Ребята, все знаете, любят физкультуру, ну а сейчас, тем более, мне кажется, что это будет вообще просто замечательно. Последние 10 лет зал требовал капитального ремонта, но собственных средств у школы на это не было. Помогли меценаты. Архангельская ремонтная эксплуатационная база флота взялась за ремонт безвозмездной по собственной инициативе. В школе учатся дети многих сотрудников предприятия. Месяц назад тут не было стен, все-таки репча была снята штукатурка, которую сюда подняли порядком 20 тонн ручной штукатурки. Старый деревянный пол, советское покрытие, был демонтирован, залит бетон порядком 30 тонн сюда. И наверх уже положено профессиональное покрытие. Все это довольно тяжатые сроки. Задача подрядчику была поставлена грандиозная. Лучшие специалисты по ремонту, качественный материал и дизайн с элементами олимпийской символики. И сегодня сами ребята рады преображению. Готовят новый выпуск новостей для школьного телевидения. Мы сегодня планируем рассказать о открытии спортзала. Какой он после ремонта. Спросить у людей, какие у них эмоции, у директора. Директор школы теперь мечтает запустить новую череду спортивных успехов ребят. Ведь для этого была проведена действительно большая работа. Константин Александрович Кузнецов. Это тот человек, который финансово поддержал этот проект. И надо сказать, что команда вообще полностью контролировала весь проект. То есть от момента выделения средств до окончания работы. То есть здесь все было под контролем. Надо сказать, что стоимость проекта за время работы выросла с 3,5 до 5 миллионов. Но оно того стоило. Алексей Макеев, Светлана Михеевская, Регион 29.